Инфраструктура города Появляются новые объекты, которые мы готовы показывать нашим гостям, мы делаем новые тропы, то есть приехав сюда в Астану, мы стараемся сейчас создать такие маршруты, которые будут интересны гостям, несколько дней находящимся здесь на выставке, чтобы показать им Казахстан во всей красе. И кроме этого, и в самом городе, город создается по новой системе, это будет умный город, это будет все, я думаю, к тому времени, пока к нам начнут приезжать гости, хотя они уже приезжают, уже сейчас, вот мы только что приехали с выставки, интерес огромен, и сейчас они уже готовы приезжать, смотреть. Мы ждем несколько групп туроператоров, которые будут смотреть наш потенциал с тем, чтобы потом привозить к нам гостей. Я думаю, что мы к этому времени подготовимся основательно. А что это за туроператоры? Это в основном европейские туроператоры, которые, вы знаете, горы, вернее, люди равнин, и которые скучают и мечтают увидеть степь, увидеть ее достопримечательность, увидеть цивилизацию кочевников, которая, естественно, очень отличается от того, что знают они, и вокруг которой история они растут. И поэтому им это надо все показать, и я думаю, что у них будут замечательные впечатления. Скажите, пожалуйста, к нам приедет большое количество гостей. Вы говорите о том, что будут разрабатываться какие-то новые направления, чтобы гости не заскучали здесь, у нас город. А куда их можно повезти помимо Борового? Ваших спектаклями? Вот я и говорю, мы будем их возить в южные части Казахстана, мы будем на запад их возить, мы будем на восток. То есть мы будем делать и короткие маршруты, и трехдневные маршруты, сейчас мы их прорабатываем. Для тех, кто за это время захочет посмотреть, там, святыни наши, там, мусульманские святыни, казахстанские святыни. Кроме этого, может быть, кто-то захочет посмотреть наши горы, увидеть там необыкновенные озера, слетать на каньон. То есть вот эти все вещи мы готовим, потому что на сегодняшний день обычно мы, инфраструктура встречи гостей состояла, строилась таким образом. То есть они приезжали в Алма-Ату, там смотрели Казахстан, а Астана была такой крайней точкой, куда они приезжали на один день и просматривали там новый построившийся город и возвращались. А теперь мы меняем, понимаете, то есть мы меняем психологию наших туристов. Они будут приезжать именно в Астану, находиться здесь и выезжать отсюда уже, имея какое-то представление о том, что они хотят увидеть. И вот имея четкое направление, куда поехать, чтобы вернуться не только с представлениями о том, куда дальше должна развиваться энергетика 21 века, но и какой замечательный Казахстан. Как Вы думаете, готовы ли туроператоры Казахстана к мероприятию такого масштаба? Конечно, готовы, потому что на самом деле работа у нас никогда не останавливалась. И мы, у нас очень много замечательных туроператоров, которые своими силами, на своих плечах это все строили, готовили, делали. А такое грандиозное событие, которое сейчас намечается, во-первых, это будет, мы надеемся, поддержка и материальная в том плане, что самое главное, нам нужно показывать профессионалам Казахстан. И если вот эта поддержка будет оказана, мы покажем профессионалам, тогда, я думаю, что уже и встретить любое количество гостей, любую группу гостей уже туроператор Казахстанский сможет. Последний вопрос, если позволите. Какова будет стоимость туров, которые Вы разрабатываете? Вот это самый главный вопрос. Если мы не включаем авиаперелет, то это будет достойная стоимость. Мы будем от 300 до 600 долларов у нас будут здесь туры с заездом в один из еще дополнительных городов. То есть Астана плюс еще какой-то там город казахстанский. Но если нам удастся решить вопрос с перелетом, со стоимостью перелета, то тогда, я думаю, эти пакеты будут вполне такие удобные и достойные для туристов западных. Потому что обычно сейчас туристы, выезжая в такие страны, где они хотят познакомиться с этникой, с этнографией, они рассчитывают на то, что это будут такие ценные эконом-варианты. То есть понимая, что это не роскошный отдых, это не люксари. Поэтому, конечно, цены нужно приводить в соответствие. Но над этим работаем, и я думаю, что вот этот вопрос тоже мы снимем, как только решится вопрос о стоимости авиабилетов.